Добрый день, с вами Алина Новиченкова. Я имиджмейкер, визажист и диджитал-стилист. В этом видео расскажу вам немного о себе и о том, чем буду вам полезна и интересна. Более 14 лет я развиваю свой бизнес, свою деятельность в сфере красоты и стиля. У меня свой центр имиджа, где мы с коллегами делаем женщин еще более прекрасными, интересными, уверенными в себе. Где мы помогаем и женщинам, и мужчинам достигать своих целей, больше зарабатывать за счет грамотно выстроенного образа. Я жена и мама троих детей. У меня два высших образования, одно из которых графический дизайнер. В 15 лет я посмотрела по телевизору награждение Оскара. Я очень люблю фильмы и любила фильмы со спецэффектами. И я отметила, что в награждении, в данной номинации... На сцену выходят одни мужчины. Я подумала, что что-то здесь не так, с этим нужно что-то делать. И у меня зародилась идея получить Оскара по спецэффектам. Это стало моей мечтой, моей целью. Поэтому я пошла учиться в IT-сферу. И я работала в компании, которая занималась 3D-графикой. Мы начинали делать анимацию для мультфильма «Смешарики в 3D». Но потом наступила тишина. Я уволилась с работы. И был такой у меня, знаете, запрос, чем мне заниматься в день, чем мне зарабатывать деньги. И ответ тут же поступил в виде звонка моей знакомой, которая пригласила меня на мастер-класс по макияжу. По макияжу по уходу за кожей. И глядя на этих женщин, которые так легко, красиво сделали из меня какую-то вообще потрясающую, интересную девушку. Я поняла, что вообще-то я тоже так могу, почему нет. И решила попробовать себя в сфере красоты, в новой для меня сфере. Но при этом я продолжала заниматься графическим дизайнером. И вот наступил один такой очень интересный момент. Знаете, бывает так, что мы доходим до такого пятачка в жизни, где дальше идут две дороги. И нам нужно выбрать одну. И вот меня пригласили в Москву в команду Тимура Бекмамбетова. Кто не знает, это известный режиссер в России и в Голливуде. Именно в его команду в отдел спецэффектов. Я, конечно, была очень рада. Нашла уже даже комнату в Москве. Мне назначили зарплату. Я приехала из города Санкт-Петербург. Знакомиться с людьми, с которыми мне предстоит работать. И, знаете, говорят, что выбирая работу, посмотри либо на начальницу. Да, то есть это будет твоя ролевая модель, которой тебе нужно будет прийти. Либо на наставника, если, допустим, ты хочешь развивать свой бизнес или быть экспертом. И хочешь ли ты быть похожа на этого человека. И я посмотрела на тех женщин, которые работают в данной сфере. Это женщины, которые такие очень похожи на мужчин. Они курят. Они матерятся. Для меня это было вообще просто недопустимо. И я поняла, что нет, я не хочу быть такой. При том, что я уже познакомилась с женщинами, которые добились больших успехов в сфере красоты. Это успешные, ухоженные, красивые женщины, у которых двое и более детей. И я поняла, что вот я хочу быть такой. И я, собственно, выбрала для себя путь развития именно в сфере красоты, в сфере стиля. И вот уже, как я сказала, 14 лет за это время я достигла определенных успехов в сфере визажа. Я являюсь членом команды визажистов в неделе высокой моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Я работала над показом лаборатории Вячеслава Зайцева, редактора журнала Mary Claire. И также работала с другими знаменитостями. Также являюсь победителем битвы визажистов столиц красоты в Санкт-Петербурге. У меня уже более 10 тысяч клиентов и в России, и за рубежом, в разных странах. Клиентов, которыми помогаю выглядеть более успешными, более красивыми и помогаю, собственно, им больше зарабатывать. Мы с коллегами основали Академию твоего бренда, где мы помогаем уже не просто обычным людям выглядеть здорово, хорошо, привлекательно, но и экспертам, и целым компаниям. Мы помогаем визуально упаковывать их бренд, их личный бренд, делаем классные имиджевые фотосессии. И самое главное, целесообразно той деятельностью, которой они занимаются. Сейчас, позвольте мне с вами поделиться моей еврейской историей. Я уже была беременна третьим ребенком. Я познакомилась с Рабанит, нашего Рабанит-синагоги, района, где я живу. Она произвела на меня очень приятное впечатление. Причем я была очень удивлена тому, как стильно и элегантно она выглядит. Потому что у меня был в голове стереотип, что еврейские и религиозные женщины выглядят, скажем так, немножечко по-другому. И с этих пор я стала активной участницей нашей жизни, нашей общины. Скажу откровенно, что я не сильно религиозный человек, не 100% соблюдающий. Но, тем не менее, я соблюдаю шаббат. Мы с дочками зажигаем свечи. Я называю это мой рабочий шаббат. Также мы с семьей отмечаем еврейские праздники. Каждый день я изучаю Тору, читаю молитвы, псалмы. И уже два года я соблюдаю пост на судный день на Йом-Кипур. В своих видео я постараюсь соединить мудрость Торы и современные познания о том, как проявляться, успешно проявляться и себя позиционировать. С женщинами мы, конечно же, поговорим про грамотный макияж, про одежду, про аксессуары. А с мужчинами мы поговорим о том, какие головные уборы, когда уместно использовать, выглядеть стильно и получать желаемое от этого материального мира за счет грамотной подачи себя и грамотного образа. Я очень надеюсь, что вам будет и интересно, и полезно вместе со мной и с моими видео. Желаю вам прекрасного дня, успеха и благополучия вам и вашим семьям.